История этих мест насчитывает несколько столетий, которые невозможно уместить в одном коротком фильме. Историю эту создавали простые люди, связывая свои судьбы с местами, о которых сегодня пойдет речь. Одним из взлетописцев села с почти 300-летней историей является герой сегодняшнего фильма Иван Аникеевич Полторанин. Человек высокой культуры, интеллектуал, трудяга и эталон преподавателя, более 45 лет посвятившего подготовке специалистов-историков на базе Восточно-Казахстанского государственного университета. Личность со стержнем, как еще часто называли его коллеги и выпускники. Иван Аникеевич родился в селе Верхуба в далеком 1939 году. Отец погиб на фронте и мать Евдокия Васильевна в одиночку воспитывала шестерых детей, умудряясь при этом помогать семье немецких переселенцев по решению местных властей, размещенных в так называемой задней комнате их родового гнезда. Иван Аникеевич вспоминает, как была устроена их родовая усадьба, от которой сегодня, пожалуй, остался лишь фундамент с выстроенным на нем современным жилищем. Дом, в котором ютилась большая семья, в те времена называли Связью. Выстроенный из деревянного кругляка, этот тип жилья состоял из двух комнат, задней и передней, соединявшихся холодными сенями. Вдоль стен комнат по периметру стояли лавки, в углу передней комнаты божница с иконами, а под потолком располагали палати, место, где спали дети, забраться на которое можно было состоявшей неподалеку печки. Если семья небольшая, то обходились одной комнатой, передней. Здесь, кроме членов семьи, ютились еще и вновь появившиеся на свет телята, которых держали там у порога с левой стороны в данном случае, до того момента, пока они не окрепнут. А потом телят отселяли к матери, к корове, и некоторое время они росли вместе, телята я имею ввиду, вместе со своими родителями. Помимо двух комнат, под каждой из них располагался подвал, в одном из которых держали кур, в другом кизяк, использовавшийся в качестве топлива для обогрева жилища в холодное время года. Интересно, что в те времена входную дверь в дом не закрывали, а если и закрывали на замок, то все знали, где спрятан ключ, хотя слово «спрятан» в данном случае было не совсем уместным. Связь была не только жилищем и приютом для молодых неокрепших телят, но и универсальной кладовой со съестными припасами, часть из которых хранилась в большом ларе в сенях, другая же часть припасов, таких как лук, чеснок и овощи, убиралась на подызбицу, пространство между крышей и потолочным перекрытием, где, кстати, в жаркий летний день можно было еще и отдохнуть в тени и прохладе. В целом же детские годы верхубинских мальчишек проходили весьма активно, не читая поколению современному. Наверное, не осталось ни одной сопки в округе, на которой Ивану Аникеевичу не удалось побывать, при том, что лазить по ним приходилось буквально босиком. Здесь вот чуть ниже метров на 150 начинался мысик, на котором мы в пору своего детства играли. Играли, в частности, в лапту. Кстати сказать, для этой игры место не очень-то, так сказать, удобное, потому что часто мяч, который забивали битый, скатывался вниз с этого мыстика, и надо было останавливать игру, чтобы мяч подобрать и снова ввести в игру. По ночам здесь на мысике этом разжигали костры. Вот до сих пор там вот в распадке, в распадине имеется камень древнего происхождения. Рядом с этим камнем, как правило, костер и разжигали. Все эти сопки мы, ребятишки, излазили своими босыми ногами. Босыми мы туда ходили, потому что обуви не было, или была единственная пара, которую берегли на другие случаи, скажем, для школы и так далее. Своими корнями Верхуба уходит в далекий 1737 год, когда эти места по указу царской России были заселены казаками, в задаче которой входило охранять царские рубежи от набегов кочевников, создавая систему редутов и форпостов, один из которых позднее расположился на территории Верхубы современной, дав начало становлению села. Но всю эту разраставшуюся систему казачьих поселков, форпостов и оборонительных сооружений нужно было содержать и кормить, поэтому императрица Елизавета Петровна в 1760 году издала указ о заселении крестьянами вновь осваиваемых территорий. Разрослась деревня Верхубинская за сотню лет, перешагнув отметку в четыре с половиной тысячи человек, продолжая расти и в советские годы. Иван Полторанин, значительную часть своей жизни посвятивший изучению истории родного поселка, рассказывает, что первые поселенцы из числа казаков и крестьян увидели здесь бесчисленные заросли кустарника, реки, леса и горы, простиравшиеся далеко за горизонт. Много пота и слез было пролито на эти земли. Каждый кусочек земли приходилось буквально отвоевывать у матушки природы, расчищая земли с помощью незатейливых ручных орудий труда. Топор да ружье были неизменными атрибутами того далекого и тяжелого времени. Но результатом всего этого титанического труда сегодня являются бескрайние плодородные поля и пашни, большие огороды и сказочно красивые просторы с причудливыми формами многочисленных гор, которые, к слову, здесь принято называть сопками, каждая из которых носит свое имя, известное лишь опытному картографу да коренному верхубинцу, и практически с каждой из которых связана какая-то история. Например, на этой ничем не отличающейся от других возвышенностей сопки, названной Острой, располагался вход в заброшенную шахту, где добывали руды глубокого залегания. Верхуба располагалась на землях огромной территории Алтайского горного округа, крупной административно-территориальной структуры Российской империи, одновременно являвшейся и самым крупным в России центром по добыче благородных металлов. День и ночь в любое время года трудились горные мастера, с каждым ударом кирки пополняя бездонную царскую казну и зарабатывая за свой труд сущие копейки. Нелегко было и крестьянам, каждый из которых был приписан к горным заводам, с обязательством доставлять на них руду, добытую из шахт, на собственных телегах и санях, и это помимо прочих повинностей. Чтобы хоть как-то облегчить свою участь, местные крестьяне всеми силами пытались взять руду из шахты в Острой Сопке, чтобы не ехать за ней куда-то еще. С Острой Сопкой у Ивана Аникиевича связаны свои воспоминания, не чуждые любознательным мальчишкам, с которыми прошло его детство. Со всеми маленькими детьми мы часто приходили сюда, заходили в штольни этой шахты, причем сделать это было непросто. Нам приходилось либо сильно сгибаться, либо пробираться туда, к шахте, буквально ползком. О глубине шахтного ствола свидетельствовало вот такой пример. Мы подбирались не слишком близко к шахтному стволу, но настолько близко, чтобы кинуть в ствол камень, а потом считали посекундно, когда раздастся звук падающего камня. На это уходило много секунд. Дожидались стука, это означало, что камень попал вниз. То есть, повторюсь, шахта была очень глубокой. И сорваться в эту шахту было делом очень опасным, но реальным. Поэтому всячески старались туда, на край ствола шахтного, не попадать. Опасным и вполне реальным в годы советской власти стало дальнейшее освоение шахты на Острой Сопке. С северной стороны горы пробили штольню, отвалы из которой, складировавшиеся неподалеку, были радиоактивными. Но ни этот факт, ни вполне официальные запреты на их использование не помешали одному из директоров совхоза использовать эти отвалы для подсыпки Верхубинской поселковой дороги. Инициативного директора быстро остановили, но какая-то часть подсыпанной дороги, вполне возможно, и до сих пор излучает опасную для человека радиацию. Еще одной головной болью Верхубинцев сегодня является глубокий карьер, расположенный неподалеку от села и заполненный грунтовыми водами почти до верхнего уровня. Вода в карьере якобы пропитана медным купоросом, но не всякий об этом знает. Приезжие идут сюда купаться, а кто-то – поудить рыбку. А местные жители бьют тревогу, опасаясь, что грунтовые воды из карьера попадут в убу и отравят все вокруг. Созывали даже комиссию, результаты проверки которой обнадежили. В ближайшие 10 лет угрозы нет, и жители могут спать спокойно. В кругу родных и друзей Ивана Никеевич или по-семейному дядя Ваня прогуливается по хорошо знакомым местам Верхубы, рассказывая историю родного поселка. Наиболее яркие воспоминания, конечно же, связаны с детством. Вспоминает дядя Ваня, как в школьные годы ходили они вброд через реку, в расположенной за убой поселок Стаханов, нынешняя Зауба. Ходили давать небольшой концерт с песнями, танцами и рассказами. Местные женщины были в восторге. Вообще же Верхуба хранит свою историю не только в архивных сводках и воспоминаниях коренных жителей. Отдельные районы села и даже отдельные сопки и реки будто бы пытаются передать нам дух тех далеких времен. Красный пахарь, он же гигант пятилетки, колхоз имени Кирова, затем Стаханова, 10 лет Казахстана. Речушка Старица, где много лет назад уба протекала по своему старому руслу. Караульная сопка и маячки. Иван Аникеевич поведал, что сопки эти названы так не случайно. На каждой из них располагался казачий пост, который в случае возникновения опасности со стороны кочевников должен был сообщить об этом в казачий поселок. Для этого на караульной сопке казаки разжигали костер, который был хорошо виден на маячках. Казачий пост на маячках следом за караульной сопкой также разжигал костер, чтобы оповестить казачий поселок о приближающейся опасности. Так и несли службу казаки. Одни караулили, другие маячили, чтобы из поселка незамедлительно высылали отряд навстречу надвигающемуся врагу. Система связи казаков была организована настолько удачно, что костер на караульной сопке можно было увидеть даже в Секисовке, где располагался самый крупный редут казаков. Была в деревне Верхубинской и своя мельница, и небольшие гидроэлектростанции, по расписанию снабжавшие электричеством отдельные районы поселка. Мельницей заведовал Иван Егорыч, немец по национальности, за свои услуги бравший гарниц в виде небольшого количества муки. На местной мельнице молол зерно и отец Ивана Аникеевича, Аникей Федорович, отличавшийся недюжинной силой. С мешком на каждом плече проделывал он немалый путь от родовой усадьбы до мельницы, чтобы накормить большую семью из шести сыновей. С темой гидроэлектростанций тесно связана и система поливов в Верхубе. Несмотря на большое количество рек в округе, на окраинах поселка проблема водоснабжения стояла остро. Не обошла она стороной и усадьбу семейства Полтораниных, располагавшуюся на улице Транспортной. Но и здесь смекалистые верхубинцы подчинили природу себе, выкопав целую сеть канав и отводов. Перегораживая русло моралихи, воду пускали по этим канавам, а переброску воды по отводам через улицу в тот или иной огород регулировали при помощи системы заслонок. Вода подавалась в канаву и уже оттуда ведрами разносилась по огороду. Я хочу высказать сейчас ряд соображений по одному очень деликатному вопросу, связанному с пребыванием немцев и чеченцев в нашем родном селе в Верхубе. Сначала о немцах. В годы войны в задней комнате нашей связи жила одна немецкая семья. Только женщина. Мать и две дочери ее, сестры. Старшую Герта звали, младшую Ирма. Герта уже нигде не училась, а Ирма училась в девятом классе. Мать вскоре умерла, сестры вышли замуж, обзавелись детьми, собственным жильем. Но при каждом удобном случае они говорили слова великой благодарности тетке Авдотье. Так звали мою мать Евдокию Васильевну. А благодарили они ее за то, что та проявила необыкновенное внимание и участие в их судьбе. Жили они, можно сказать, как одна семья. Тема немецких спецпоселенцев и по сей день живет во многих сердцах. Для одних те времена на всю жизнь отпечатались в памяти как страшный сон, а для других, таких как Герта и Ирма, вся жизнь изменилась подобно руслу Убы, некогда протекавшей совершенно в другом месте. В Верхубе и в целом восточном Казахстане немецкие переселенцы появились в годы Второй мировой войны. То ли опасаясь за их судьбу, то ли за свою, советская власть расселила немцев по Волжье, по разным уголкам большой страны, буквально лишив их государственности. Но, несмотря на это, немцы быстро адаптировались к новым реалиям, прекрасно понимая, что оказались между молотом и наковальней. Хотя по сей день во многих сердцах трудолюбивого и аккуратного народа осталось чувство горечи и утраты. В отличие от аккуратных и трудолюбивых немцев, чеченцы, также появившиеся здесь в годы войны, сильно отличались по своей культуре и поведению. Своенравный горный народ жил по своим правилам и традициям, порой удивлявшим верхубинцев. Мы, ребятишки, всегда удивлялись чеченцам и тем традициям, которые существовали в их общении друг с другом. Вот запомнилась такая картинка. Идет женщина с огромным тюком на спине, а то и на голове. А следом за нею идет чеченец в папахе с руками, заложенному за спину. Женщина тянет эту свою великую ношу, чеченец идет совершенно свободно. У чеченцев это считалось совершенно нормальным. Они отводили женщинам одну роль. Это жена, это мать, это женщина, которая обслуживает все прихоти мужчины. Других прав чеченская женщина не имела. Возможно, это было заложено в крови, а, быть может, отчасти явилось следствием тяжелой и страшной депортации, начавшейся в феврале 44-го года. Но чеченские поселенцы вели себя грубо и жестоко не только по отношению к своим женщинам. Нередко в воспоминаниях Ивана Аникевича можно услышать про неоднократные угрозы чеченцев о расправе в адрес отдельных верхубинцев. Так и не смог этот горный народ адаптироваться на новом месте, и даже покидая эти края, чеченцы пытались раскопать могилы своих предков, чтобы вывести останки на родину. Но из эпидемиологических соображений сделать этого им не разрешили, и сегодня среди заброшенных остатков чеченских захоронений выделяется лишь пара захоронений, за которыми, по всей видимости, кто-то присматривает. Несмотря на все тяготы, в разное время выпавшие на долю верхубинцев и их родного поселка, верхуба современная не оставит равнодушным никого, то однажды открыл для себя этот райский уголок, уютно расположившийся среди сопок, рек и лесов, которые видели многое, ружья и топоры, первых казаков, крестьян, спецпоселенцев и даже страшный голодомор начала 30-х годов, который пришел в каждый дом, в каждую семью. Верхуба сегодняшняя – это вполне современный поселок, который, к слову, в этом году отмечает 260 лет, и в котором сегодня есть все. Есть и школа со своим музеем, и магазины, и фермерские хозяйства, обслуживающие большие плодородные поля. А самое главное – есть вкусный чистый воздух, который хочется вдыхать полной грудью и смаковать каждый глоток. Но есть в Верхубе и то, что может погубить ее, и это не карьер, заполненный водой с содержанием медного купороса. Глубоко под землей через весь поселок тянутся залежи богатой медной руды, которые в свое время не стали разрабатывать ради сохранения поселка. Современная же экономика скупа и беспощадна, и у нее своя история, которая всегда должна быть прибыльной и привлекательной. История же этих мест насчитывает без малого три столетия. Историю эту создавали простые люди, такие, как Иван Полторанин. Для одних – дядя Ваня, для других – Иван Аникеевич. Человек высокой культуры и эталон преподавателя. А для родного села – его неравнодушный житель и летописец, который сегодня смог сделать ту забытую и далекую Верхубу чуточку ближе, оставив свой глубокий след в истории родного поселка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok